Тогда благословение этому городу. Божья просолка в каком-то коллективе, или селе, или городе нет такого беда. Потому что тогда действительно тьма. Тогда нет этого света, нет этой соли. Поэтому Божья просолка это не только ради нас, это и для нас, конечно же, но это еще и для того, чтобы Бог мог через нас кого-то исцелить, кого-то освободить от бесов. Потому что люди мучаются, сами-то не понимают, где выход, не знают. А выход, он в Иисусе Христе. И Бог хочет, чтобы наши руки были Его руками. Чтобы мы возлагали руки на больных, они были здоровы. То есть, каким образом это возможно? Божья соль в нас, Бог в нас. Чтобы люди прокаженные очищались, мертвые, чтобы воскресали. Поэтому, братья, просадимся и действуем. Не боимся, потому что Бог, Он в нас. Даже если первый день ты верующий, знаешь, что Господь уже в тебе. Но вся жизнь наша, она в этой просолке проходит. Пусть Бог благословит нас всех во имя Иисуса Христа. И просолка, конечно, практически, как она происходит в нашей жизни, пропитка, это просолка, это баптизу совершается. Это уже наука всей нашей жизни. Из Библии мы это видим. Когда мы прощаем других. Ну, в принципе, от огурца требуется что? В банке. Первый заповедь. Не дергайся. Не всплывай, не дергайся. Успокойся. Потому что это вопрос не твой. Ты сам что-то там, знаете ли, а Бог тебя бросает. Ты просто в нем успокоишься, в его шалон, в его мире. И когда мы прощаем других, для христианина целомудрие в чем заключается? О других думать лучше, чем о себе. Как только начинаешь думать о других хуже, чем о себе, все. Соль не может пройти внутрь тебя. Шкурка даже будет соленая твоя. А внутрь ни чесночок, ни перчик, ничто не пройдет. Вот Божьи все ингредиенты, которые в Слове Божьем, они как бы не проходят внутрь тебя. А это беда. Христос, Он принимаем нами не только разово, как переживание определенное. Раз приняли Христа вера. А мы еще и в нем и ходим, и живем в нем. И Он у нас постоянно, каждый день, непрестанно. И Господствует, и Царствует. В этом великое поручение Божье. Пусть Господь благословит нас всех в этой просолке, в аптизу, в этом христианстве нашем. Во имя Христа, до пришествия Его. Или, если мы застанем в теле, то многие поколения ожидали Его возвращения. Сегодня, конечно, шаги Его сложнее, конечно, все. И хочется, чтобы это побыстрее произошло. Но Церковь уже все чаще и чаще говорит то же самое, что и Дух Святой. Гляди, Господи Иисусе, да? Возвращайся, Господь Иисус. Мы ждем Тебя. Теперь это все чаще и чаще происходит. Вот такое, и не на души. А то бывало в прежних веках там невеста одно говорит, а Дух другое. Вот это большая беда. Когда мы одно и то же говорим, то это очень хорошо. Божий Дух здесь, на земле, он действительно уже два тысячелетия одно и то же вызывает. Гляди. И хорошо, когда Церковь тоже начинает так же говориться, как Дух говорится. И Он возвращается, действительно возвращается. И когда Он возвращается, совершается исход. Вообще, как было в период первого исхода, так и в наше время, и досовершится. Вот. И даже если тьма на землю, знаете ли, падает, то в жилищах народа Божьего будет свет. И тогда на косяках народа Божьего, да, евреев, неевреев, те, которые уверовали в Бога Израилева, Бога Аврамова, Исаакова, Яковлева, была кровь Агнца на косяках. Сегодня, да, и губитель проходил мимо. Вот. Сегодня кровь Агнца Божьего, Иисуса Христа, на косяках нашего разума, нашего сердца, вот, наших домов. И тогда евреи некоторые, множество неевреев в Египте игнорировали заповедь Божью и губитель приходил. Вот. Есть еврейское предание интересное такое, вот, что примерно треть евреев, в то время потомков Якова, так и осталось в Египте. Так и не поверили они Моисею, так и остались. Даже после всех казней страшно, хотя отпадшие были. Примерно треть всего Израиля осталось в Египте. Но, согласно этому преданию, за место отпадшей, третий этой, Бог с разных народов земли, проживавших в Египте, привил верою на множество инопременников. И вот археологи уже в наше время, уже в 20 веке это предание полностью подтвердили. Потому что нашли, действительно, раскопки велись археологические в Египте и нашли города целые, еврейские поселения, огромные, многотысячные поселения, уже датируемые, однозначно, после времени Великого Исхода. То есть это подтверждение было как раз в конце 19-го и 20-м уже столетия велись и работа. Археологически на эту тему. И это было подтверждением как раз вот этого древнего предания еврейского. И для нас это очень важная наука. Потому что Пасха наша Христос. И Пасха наша Христос, неважно, это было тогда или сейчас, это всегда. И в то время Христос уже незримо Он присутствовал там во время этого Исхода, того Исхода. И сегодня Он присутствовал во время этого Белитого Исхода. Уже Духом Своим Святым. Тогда был Моисей пророком и освободителем народа. И всякие евреи или неевреи, что уверовал в него, он получал спасение от Египта. Но максимально, что могло прийти через Моисея, это закон. Благодаря истинно происходит через Иисуса Христа. И сегодня Христос сам Духом Своим выводит из духовного Египта свой народ. Тогда поражал Он Параона, сегодня поражает дьявола и все его войско. И какая бы армия не гналась за народом Божьим, какие бы угрозы не были бы народу Божьему, есть победитель ада и смерти, сам Господь Иисус Христос. Его святая кровь и сегодня омывает нас от всякого греха. Его святая кровь сегодня также на косяках нашего разума, сердца, нашей жизни, нашего служения. Спасибо Господу за все. Благословен Ты Бог наш, Царь наш. Помолимся, друзья. Благословен Отец наш, сущий на небесах. Благословен возлюбивший мир, возлюбивший нас и отдавший Сына Своего за нас, проливший свою кровушку Божьем за искупление рода человеческого. Слава Тебе, Отец наш, Бог и Царь, благословен Ты и искупитель рода человеческого, благословен Ты и спаситель наш, Мессия, Христос и Иисус, Свет к просвещению всех народов, Свет просвещающий все народы нашей земли и слава народу своего Израиля. Слава Тебе, Господь, Бог Великий, Бог Небесный. Сегодня, в эти дни, Господь, Великого Исхода, Божий, Величайшего Исхода, через кровь Твою святую, во имя Иисуса Христа, Боже, пусть еще множество и множество душ обратятся к Господь в эти последние дни. Боже, Великий, гряди, Господь Иисус, Боже, благослови народ свой миром, и хотя тьма опускается на землю новых жилищих, народу Твоего добудет Твой свет. Ты и Свет, просвещающий всякого человека, приходящего в этот мир. Ты и Свет, который никакая тьма не погасит, но который рассеивает всякую тьму. Слава Тебе, Господь наш, прославленный Бог наш, мы взираем на Тебя, начальника веры, и совершителя веры, Иисуса Христа, Божьего, и идем по этой жизни земной, пропитываемся Тобору, Божьей, Великий, Слово Твоё, заповедь Твоя, она не просто на скрижанях каменных, она внутри нас есть. И Ты Сам обитаешь в нас, в людях Своих, слава Тебе. Божий, Великий, благослови и благословляя моих братьев, сестер, Божи всех, Божи, и в этом собрании сейчас, Господь, никто не смог бы сейчас собрать Божьим, но Духом с нами сейчас. Боже, благослови по богатой своей милости, обрати Своё светлое лицо, Боже, и благослови своим шаломом, своим миром, освети, Господь, народ свой, Божий, пропитай собою Своей любовью, пусть, Господь, верующие, Божьим, погружаются в Тебя, уверовав, погружаются в сущность Отца, Сына, Святого Духа, Господа нашего, Спасителя, Утешителя, Освободителя, благослови для Бога. Исхаба Май, Панах Алейха, Вейха Садеха Шалом. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да признает на тебя Господь светом лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицом своем на тебя и даст тебе мир. Бешем Иишуа Ганашех, Иишуа Маши Эйю, во имя Иисуса Христа Мессии. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа пребудет со всеми нами. Аминь. Аминь, братья. Плава Богу. Плава Богу. Плава Богу. Плава Богу. Слава Богу, приветствую всех, радуйтесь, братья, приветствую, приветствую, благословение, благословение, благословение. Слава Богу, благословение, благословение, благословение.